В тени деревьев резвится детвора. Для них лето – любимая пора. Для взрослых – время ремонта. Выбойны в асфальте уже заделывают своими силами. Материалы выделила местная УНО. Но скоро здесь начнется большой ремонт по программе капитальных вложений. Впервые с момента открытия. За 40 с лишним лет. Вот наши окна, которые требуют срочной замены, которые не просто в аварийном состоянии, они создают угрозу жизни и здоровью детей. Потому что рамы сгнили. Стокла практически не уводились. Ветхие окна, протекающие кровли, старые водопроводы, система отопления. Проблемы образовательных учреждений города схожие. Строились большинство детсадовых школ еще в прошлом веке. Этим летом отремонтируют 24 социальных объекта Бендер. В школе-интернате, несмотря на каникулы, раздаются детские голоса. 40 воспитанников – сироты. Они живут здесь постоянно. Впрочем, здесь все дети особенные. Большинство имеют проблемы со здоровьем. Уже завтра дети отправятся отдыхать в загородный лагерь «Спартак». А взрослые будут заботиться, чтобы возвратились они в уютный и чистый дом. По школе у нас следующие виды работы вошли. Значит, сантехнические работы и ремонт керамического пола столовой школы-интерната. Потом смена оконных блоков, устройство отмозки и замена системы отопления. Четыре вида работ. Все это более чем на миллион рублей. Масштабный ремонт проведут в коррекционной школе-интернате и спортивном комплексе для инвалидов. Всего по республиканской программе к обвложению бендерам выделено 13 миллионов рублей. Планируют восстановление кровель, замену окон и ремонт межпанельных швов в школах и детских садах. К концу июня мы эту работу должны начать, в течение лета закончить. Для этого все возможности есть. Предприятия, которые участвовали в тендерах, довольно сильная материально-химическая база. Все они были обследованы тендерной комиссией. Мы настояли на том, чтобы была следующая практика. Отдельно, чтобы мы закупили материалы для подрядных работ и отдельно проводили тендеры на подрядные работы. Проведение тендера на закупку материалов, по предварительным данным, позволит снизить стоимость работ до 17%, а это более миллиона рублей. Работы будут выполнять только местные подрядчики. Лариса Тарабина, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.